Привет, друзья! Ну что, обязательства взяты на нас спонсор сегодняшнего выпуска сайт Суперстеп, помимо обуви вы там можете заказать очень много всего разного, помимо того, что там офигенные цены, вы можете рассчитывать, а точнее можете быть уверены, что при онлайн заказе доставка будет бесплатно, и, ну это самое важное, я считаю, по промокоду Суперстеп23170, ну кто забывает, он в описании ролика, и ссылочка на сайт и собственно промокод, вы еще ко всему прочему, помимо обуви, все, все что есть на сайте, все в принципе подходит для скидки по промокоду, в описании ныряйте, и там все увидите. Ну а мы работаем для вас. Алло, добрый день. Да, здрасте, слушаю. Алло, будьте любезны к телефону, пожалуйста, пригласите Анну Андреевну. Да, минуточку, а вас как представить? Мне зовут Александр Викторович, фамилия Духанин, звонок из компании Вива Деньги, АО МФК ЦСП, запись разговора ведется. Александр Викторович, да? Да, 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 да. Спасибо. Дорогая, дорогая, тут Александр Викторович какой-то, да-да-да, сейчас. Ну да, хорошо. Алло, слушаю вас. Алло, добрый день. Приветствую вас, Александр Викторович. В компания Вива Деньги, АО МФК ЦСП, меня зовут Александр Викторович Духанин, запись разговора ведется. Вы Анна Андреевна? Анна Андреевна, да, Анна Андреевна, не так наслушаю, Александр Викторович. Фамилия? Конечно, да-да-да. Вам поступает звонок, уважаемая Анна Андреевна, по вопросу вашей задолженности в нашей компании по займу в размере 20 тысяч 500 рублей. Видно, что платили, платили, платили и на полдистанции, так скажем, остановились. Вот три платежа внесли вот в июле, в августе, в сентябре и оставалось вам также три платежа еще внести и был бы займ закрыт. Но вы почему-то перестали платить. А что у вас случилось, если не секрет? Вы что брали, когда отдавали? Аллегории у вас такие забавные. Аллегории у вас, Александр Викторович, забавные дистанции. А я же не лошадь скаковая, чтобы на дистанции-то выходить. Вы уж подбирайте слова, будьте добры, с дамой разговаривайте. Ну вот, прекратила и прекратила. Собственно говоря, я ж напомню вам, дама, а вы, я надеюсь, себя мужчиной воспринимаете, что же такие нескромные вопросы задаете женщине. Есть, наверное, внутренние какие-то у меня причины. Позвольте я сама разберусь. Вы элементарный должник. Вы элементарный должник. Вот и все. То есть вы себя, собственно говоря, в половом смысле обезличиваете, да? Речь будем вести мы о задолженности, Анна Андреевна. О задолженности. Либо продолжим общение лично по адресу регистрации, что в праве названия. Ну что, хорошо. Сотрудник поездного взыскания. А вы не будете общаться по телефону? Не можете по телефону пообщаться? Не получается у вас? С чего вы такие выводы делаете? Ну, почему не общаетесь на тему долга, пытаетесь тему перевести? Как это? Почему не платите? А. Ну, почему не платите? Простите. Вы селение ассоциируете с мужским населением? Я так подозреваю, да? Так, ладно. Угружаете женщинами. Ждайте сотрудников выездного взыскания. Далее вопрос будем решать с более радикальными методами. Не помните по телефону общаться. Это что, угроза была? Это угроза сейчас была, да? Соответственно, законами Российской Федерации, ответственность понести. Ну, еще бы так все. Будьте к этому готовы. Не верю смысла общения с вами в дальнейшем. Поэтому, ожидайте последствия не оплаты. Я думаю, что вы… Да. Да. Вы себя зря мужчина ассоциируете. Что такое? Что такое? Что такое, Анна Андреевна? Что случилось? Зачем так нервничаете? Вы себя ведете, как женщина нервная, истеричка? Ну, правда что? Да, да. Вы себя в руки получили. Вы везде деньги просите в дух. А ваш мужчина, который трубки берет, он не может заработать, чтобы его женщина не ходила, нигде не просила? По две трети чем? А давайте он вам сам скажет. А давайте он вам сам скажет, хорошо? Да зачем же он нам нужен? Мы с вами будем общаться, Анне Андреевне. Слышишь? Слышишь ты меня? Мужчина, трубку передаем Анне Андреевне. Нет, не слышу. Трубку передаем Анне Андреевне. Ты что заморосил-то, а? Гражданин. Ты что заморосил? Нихуя себе ты тебя слышал. Не вмешивайтесь во взрослые разговоры. Взрослые разговоры у тебя будут, когда ты приедешь. Ты там собирался заявиться, да? Так ладно, ожидайте последствий. Всего доброго. Давай, когда тебя ждать? Когда тебя ждать? Терпила, блин. Друзья, что, вскрылось, да? Вот, вот оно, вот оно. Вот оно, вот оно. Это вот оно было, самое настоящее, блядь. Я могу себе представить этого, блядь, Александра Викторовича. И даже могу себе его жизнь представить. А вы, кстати говоря, как себе это представляете в комментариях? Не забывайте писать. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Алло. Да, 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 я вас слушаю. Я представлюсь. Меня зовут Дмитрий Андреевич. Отдел взыскания. Банк Тиньков. Меня слышно, Сергей Юрьевич. Это не Сережа. Он Сергея пригласит. Хорошо, тогда как еще к вам обращаться и кем вы приходите с Сергеем Юрьевичем? Меня Евгения Дмитриевна зовут. Я, собственно, сестрица его. Вам пригласить его, да? Ну, если вы можете, пригласите и Сергея Юрьевича к телефону. Сережа, Сережа, будь добр, подойди, пожалуйста. Тебя спрашивают. Дмитрий Андреевич некий, с банка, с какого-то. Угу. Все. Дмитрий Андреевич, я ему передаю труду. Угу, хорошо. Здравствуйте, юноша. Слушаю вас. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Меня слышно? Да, великолепно слышно. Излагайте. Звонок вам поступает по поводу вашей задолженности в нашем банке, банке Тиньков. Меня зовут Дмитрий Андреевич. Отдел взыскания. Так, так, так. Банк Тиньков, соответственно. Очень любопытно. Очень интересно. В этот момент банк выставил вам требование сегодня до 9 часов вечера внести задолженность. Получается, по кредиту на покупку в размере 13 655 рублей 48 копеек. По кредиту, получается, сейчас проверю, еще одному на товар у вас заключительный счет в размере 1370 рублей 19 копеек. И по кредитной карте 5200. Также требование банка сегодня до 9 часов вечера, Сергей Юрьевич. Уточните, вы средства на карте стороннего банка подготовили? Мы можем сейчас в процессе диалога оплатить. Ну, юноша, вы зря, так как говорится, тележку вперед лошади ставите. Нет, я не намерен сегодня в вашу сторону финансы направлять. Другие приоритетные задачи. По какой причине, Сергей Юрьевич? Да, вы бы дослушали, вы бы поняли. Что у вас произошло? Что значит произошло? В контексте каком вы декламируете свои ожидания? Вот вы ранее оплачивали свои кредитные обязательства и сейчас перестали. Что у вас произошло? Что повлияло на это? Почему вы так фатальных ситуаций относитесь? Произошло, я спрашиваю, в каком контексте? В негативном вы предположения выкладываете или все-таки просто в нейтральном произошло? Понимаете, у каждого человека и у вас в том числе каждый день что-то в буквальном смысле происходит. Ну, проснулся, глазунки открыл, это произошло что-то. Понятно, Сергей Юрьевич. Так вот я и спрашиваю, в каком контексте конкретно? Понятно. И что вам мешает исполнять ваши кредитные обязательства? Какие обстоятельства? Уже на самом деле действительно вы разумные вещи пытаетесь произносить. Не то чтобы мешает, будут с вами откровения на юноша, а действительно есть приоритеты. Приоритеты пока что, собственно говоря, доминируют в формате моих личных амбиций. Достаточно завышенных, признаюсь. Ну, что ж поделаешь? Понятно, Сергей Юрьевич. Да. Вы понимаете, что в скором времени банк может вам выставить требования на оплату всей суммы задолженности? Отчетливо понимаю, так как осознаюсь, что это право любого кредитора. Будьте добры, если вы все-таки так настроены. Конечно же, я регулярно проверяю почтовый ящик и выставляйте все официально на бумаге, излагайте. Почему бы и нет? Почему бы и не таким путем? Ну, предупреждаю вас, хоть вы и думаете, что эти требования из ваших уст звучат категорично, на самом деле ни в коем случае ни один нормативный акт не обязывает меня по умолчанию исполнять эти требования. Если я с ними не согласен, конечно. Вы взяли на себя кредитные обязательства, заключив договор с нашим банком. Соответственно, вы обязались исполнять эти требования, Сергей Юрьевич. Дело в том, Дмитрий Андреевич, начнем с того, что это спорное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. В формате договор. Там была аферта, да, вы ее акцептировали и все. Ну, так или иначе, обязан, да, обязан. Договор состоит из трех частей. Из вашего анкеты заявления, которое у вас, из условий банковского обслуживания, которое находится в открытом доступе, из вашего тарифного плана, Сергей Юрьевич, который также находится в открытом доступе. Да, части, как вы понимаете, я думаю, вы, юноша, не глупые. Любой набор частей подразумевает наличие чего-то целого. Когда вы речь ведете о кредитном договоре и утверждаете, что он состоит из этих частей, то вот этого всего целого нет. Не может состоять, знаете, как говорится, если мы возьмем колесо, руль и двери, то мы из этого автомобиль не получим. Когда вы говорите, что у меня есть автомобиль, предлагаю мне полюбоваться на кольцо, дверь и руль, да, выражаясь простым языком, я ни в коем случае не соглашусь, что вы обладатель автомобиля. Так вот, должно быть целое. И в этом случае... Сергей Юрьевич, скорее ваша аналогия, во-первых, аналогия не является по законам диалектики аргументом. Во-вторых, скорее аналогия должна быть такая. У вас есть ходовая система, и кузов находится в открытом доступе, и обшивка салона находится в открытом доступе автомобиля. Сергей Юрьевич? Да. А самого автомобиля нет. Выходит, что так. Сам автомобиль... Вас нельзя упикнуть глупости, свойственной сотрудникам банка Тинькофф. Каким, извините за выражение и откровенность, ветром вас занесло вот туда, вот в это ваше кресло, и каким чудом у вас на голове, на вашей достаточно разумной оказалась эта гарнитура? Вы не пробовали себя применить в другой какой-нибудь отрасли, в направлении? Может быть, у вас бы получилось и денег больше заработать? Сергей Юрьевич, такие жизненные обстоятельства сложились. Вы простите за нескромный вопрос. На данный момент, к сожалению, разговор идет... Вы человек с ограниченными возможностями? Возможно. Это тогда был бы тот самый аргумент. Скорее, финансовыми ограниченными возможностями. Насколько всем известно, в свободном доступе сотрудники отдела взыскания банка Тинькофф в общем-то не могут похвастаться какими-то достойными заработками. Более того, они, если уж это можно так говорить, хвастаются тем, что они недальновидно поступили, приняв решение, и в итоге оказались обманутыми. Знаете, сколько, кстати говоря, в открытом доступе, опять же, можно наблюдать исполнительных листов в отношении банка Тинькофф. Я вот не удосуживался, но год или даже больше, чем... Год назад! ...полез смотреть на 28 миллионов от граждан из исполнительных листов в отношении банка Тинькофф не реализованных. Ну, то есть, каким-то образом Тинькофф уходит от ответственности. Ну, да ладно, это не наша с вами история, да. Ну, я же вроде ясно изъяснился, да, выставляйте требования, я согласен к такому ходу событий. После этого третья статья Гражданско-профессионального кодекса. И в суде будем разговаривать, как говорят в простонародии, побоксуемся. Понятно. Сергей Юрьевич, почему вы считаете, что суд – это наиболее удобный для вас выход из данной ситуации? Ой, простите, Дмитрий Светяндреевич, выход вам нужно искать, вы – обиженная сторона. Я совершенно спокойно, комфортно себя чувствую, и выхода мне в этом смысле искать не приходится. Вы же, как говорится, не передергиваете с ног на голову ситуацию, не переворачиваете. Выход вам нужно искать, вы – сторона, которая считает, что ее права нарушены. Я никаких претензий к банку Тинькоффа к вам персонально не имею. Понимаете, Сергей Юрьевич, в чем проблема? Мы не считаем, что наши права нарушены. Они действительно нарушены, вы действительно не исполнили свои кредитные обязательства по вашему договору. Это автология сейчас была, согласитесь. Нарушены – считаете, не считаете. Да, конкретизируем ситуацию. Ваши права нарушены. Вы утверждаете, считаете. Ну, что ж тут некорректного. Как сказал, так сказал. Еще раз повторяю, зачем передергивать. Давайте так. Да, ваши права нарушены. Я так считаю. Вы в этом уверены. Поэтому все, что вам необходимо – это, в общем-то, воспользоваться тем инструментарием, который в гражданско-процессуальном кодексе четко и конкретно регулирует наши с вами отношения. Ну, и опираясь на гражданский кондекс, собственно, отстаивайте свои права нарушены. Понятно. Сергей Юрьевич, уточните, вы отказываетесь от платежа? Вы знаете, вот здесь вот конкретизировать сложно. Я по-другому позвольте с вашего разрешения. Я не признаю этот долг. Я не признаю актуальность ваших требований. Вот такая у нас с вами, назовем, ситуация. А по какой причине, Сергей Юрьевич? Не признаю. Я считаю, что неправомерно вы требования свои выставляете. Я считаю, что таким образом… Какие конкретно? Давайте разберемся, Сергей Юрьевич. Нет, ну, давайте так будем осуждать. Вот то, что есть на самом деле у вас в виде претензий, и то, что есть у меня в виде возражения, я готов продемонстрировать в ответ на ваш, собственно, шаг, но только лишь в стенах суда. Если хотите, это моя линия будет защиты, потому что я буду ответчиком, если вы, конечно, в суд подойдите. А если не подойдите, тем самым вы признаете, что у вас нет ко мне претензий, вы всем довольны. Принцип права в нашей стране, как и гражданский кодекс, носит заявительный характер, поэтому, в общем-то, ваш ход, сударь. Ну, не в буквальном смысле, да, а ваше… Уточните, какие условия обслуживания в банке вас не устраивают? Да-да, как только вы сформируете претензию, на основании этой претензии, да, я проанализирую, что там не так, и скажу вам, что, по моему мнению, меня не устраивает, с чем я готов спорить. Ну, а сейчас почему вы считаете, что требования банка некорректны? Потому что дело не в этом. Я не утверждаю, что требования банка некорректны. Я сказал, что я не признаю долг. Не признаю. В той аргументации, в которой мне его преподносит банк. Ну, вы же заполняли кредитный договор. Все верно, да. Все верно. Вот так вот вы сказали заявление и пропишите. Да, был, по вашему мнению, заключен договор. Номер такой-то, такой-то. Документ, озаглавленный кредитный договор. Предъявите этот документ в суде, так как 71-я статья Гражданского процессуального кодекса требует письменных доказательств. Ну и, соответственно, посмотрим, что там. У меня, потому что на руках договора кредитного нет. Ну, я же сейчас увижу, вот вы на фотографии стоите с конвертом, с договором внутри. О, моя оборона! Это конверт, и в нем что-то лежит, аферта, возможно, анкета какая-то. В этой жизни я заполнил дюжину, как минимум, анкет. Это не значит, что то лицо, которое предложило мне заполнить эту анкету, теперь может предъявлять мне какие-то финансовые требования. Ну, вы же их заполнили. Вы раньше исполняли также финансовые требования банка, Сергей Юрьевич? Что значит, раньше я исполнял требования? Ну, вот, допустим, с июля по ноябрь по кредиту на покупку в эти расчетные периоды от вас средства поступали. Что повлияло на ваше мировоззрение? Знаете, как определить личность деградирующую и прогрессирующую? Так вот, прогрессирующая личность, она, собственно, развивается, изучает, смотрит, делает выводы и, соответственно, поступает потом так, как диктуют те самые выводы. Деградирующая личность ничего, как минимум, не делает. Я считаю и уверен в этом, что даже ничего не делания, топтания на месте – это тоже деградация. Так вот, деградирующая личность живет на потоке, что называется. И может что-то делать и потом, как говорится, не берет на себя ответственность за сделанное. Вот, я себя к таким не отношу. Я пытаюсь разбираться в ситуации. Особенно, если ситуация доставляет мне некий дискомфорт, я начинаю рыться, копаться. Так уж я устроен. Sorry. И вот накопал, как говорится. Думаю, что я был неправ. А то конкретно, Сергей Юрьевич. К своему стыду я действительно сделал выводы, что я вообще связался с банком. Не только что с Тинькоффом, а вообще. Что я не убедил себя попытаться жить по средствам. Но, к своей радости, я понял, что притязания банка, скорее всего, ну, как минимум неуместны. А вообще, в средней пропорции, ну, так скажем, не то чтобы неуместны. Какое бы слово-то применить? Помогите мне, юноша. Помогите. Как вы думаете? Вот в такой ситуации какую фразу, может быть, термин применить? Некомпетентный. На данный момент, как я понимаю, Сергей Юрьевич, законных способов не оплачивать кредит нет. О, это что это вот такое? Зря вы себе такие вольности позволяете. Да что же она слетела-то, ёб, Максим, блядь. Я чё? Я ничё. Ну, как так, а? Тут и Евгения Дмитриевна, и Герпес Адольфович, и, блядь, задарма слетела мне. 15 минут работает и слетает. Ну, что ты будешь делать? А для зрителей? А он отключился. А Герпес Адольфович, блядь, тут изо всех сил пытался ему разуму его научить. А он отключился. Или его отключили, или что-то произошло. Ну да ладно. Жаль-ка. Как дела? На что же ты обиделась? Как дела? Так давно не виделись. На что же ты обиделась? Как дела? Как дела? Как дела?